Продолжение следует... Продолжение следует... Если я дурак 10 раз, например, то ты уже сам начнешь как-то чувствовать себя, я думаю, неловко. Мне вот не хотелось бы их тоже как-то особо выделять, там, подопечные, я не знаю, инвалиды. И поэтому для меня слово «ребята» оно как-то поближе. И, кстати, что интересно, они сами себя так часто же и называют. Они просто несут свою инвалидность. А это не здесь понимать, это тут понимать. И это определенный уровень смирения, который есть у ребят. Я рабея перед этим смирением. Это деревня Светлана. Она находится в Ленинградской области, недалеко от Старой Ладоги. Ее невозможно увидеть с дороги. Она спряталась на берегу реки, по которой тысячу лет назад ходили варяги. Гости с запада и сейчас не обходят здешние места вниманием. Светлану построили в 94-м году норвежцы. Для людей особых, совершенно не приспособленных к самостоятельной жизни. Здесь, в домах с романтическими названиями «Дом Достоевского», «Дом Нансена», «Дом Серафима Саровского» живут люди с нарушениями физического и умственного развития, обреченные на специнтернаты закрытого типа. Я умер, но я выжил. Как я буду жить в будущем? Зачем я родился инвалидом? Может, мне не жить? Помогите инвалиду найти много нянь. Стихи я пишу. Думаю и пишу. Бац и написал стих. Бац – новый стих. Саша перенес две клинических смерти. Саша, как он написал, я умер, но я выжил. Вот абсолютно правда. Мы позвонили на отделение реанимации, мне сказали, ваш сын умер. И через 17 минут Сашу вернули к жизни. То есть Саша не просто из небытия, а из глубокого небытия. И я как бы счастлива, что Бог все-таки дал, что это человек. Не растение, это человек. Он очень требует к себе внимания. Чего-то у него очень не хватает. Может быть, это из-за этой смерти, этот холод, я не знаю. Но я чувствую, что ему не хватает теплоты. Она здравствует. Здравствуй, Саша. Елена, можно поговорить? Не можем, где она? Были тоже очень тяжелые случаи, когда он стал драться с другими здесь. И в маленькой квартире жить с таким человеком. Я бы не смогла. Я могу с ним жить только тогда, когда я знаю, у нас есть коровник, у нас есть свинянник, у нас есть работа на улице. Несколько часов в день он будет очень занят. Дома я сижу заперт, а тут можно погулять. Я попал под машину однажды. Я пошел гулять и попал под машину. У меня долго летели. Мама говорит, Саше, нельзя гулять в городе. Я попал в эту деревню, и тут хоть можно погулять. Ваша, я выдать тебя. Идея создать деревню для умственно отсталых принадлежит женщине по имени Светлана. У нее была больная дочь, и Светлана искала спонсоров за границей. Ей ответила Маргет из Норвегии, которая впоследствии стала первым директором деревни. Сама Светлана не дождалась открытия, не пережив смерти дочери. И деревню назвали в ее честь. Подобных деревень около ста по всему миру. Наша Светлана первая и пока единственная в России. Мы даем здесь возможность ребятам жить обыкновенной, но реальной жизнью. Это вот для меня, я так формулирую эту цель. Мы ничего особенного не делаем. Здесь не происходит никаких чудесных исцелений. Наша цель – дать им возможность пожить как взрослым людям. Сейчас в деревне живут 15 сотрудников-волонтеров из разных стран и 17 ребят. Ребятами или подопечными. Тут называют тех, кого мы привыкли называть пациентами или инвалидами. Многие из ребят до того, как попали в деревню, не могли связать и двух слов. Сидели дома, в четырех стенах. Некоторые вообще не нужны были своим родителям. Нам подсказали в Кронштадте, там есть очень бедная девушка, живет в квартире и убьют. И мы просто забрали ее. И первое время очень тяжело было, потому что она в шоке была. Она очень боялась мужчин. Она отказалась сидеть за столом, если были мужчины в комнате. Может быть, у нее насилие какое-то было? Я думаю, что насилие было и все. Поначалу Зуля была неуправляема. Ругалась матом, царапалась, не хотела ходить на работу. Несколько раз убегала из деревни. Все ее вещи долго лежали собранными в сумке в коридоре. И постепенно можно было видеть, что она забывает все плохое и принимает все хорошее. Она может уже что-то делать, там работает, общается с людьми, разговаривает, смеется. Она в первое время вообще не смеялась. Она мало говорит, и не всегда просто понимать ее. Зуля, а ты любишь гладить? Да. И часто? Да. И часто гладишь, да? Да. И тебя никто не просит, ты сама приходишь, да? Ага. А ты кто тебе гладить научил? Да, сама. Сама? Да. На инвалидность все время тяжело смотреть. Угу. Ну, особенно непривычному взгляду. И нам тяжело. До тех пор, пока она не преодолевается чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. И потом, хоп. Разговариваешь с кем-то из наших сотрудников, они вспоминают кого-то из наших ребят, что это было, скажем, пять лет назад, и что это сейчас. И говорят, это было вообще ужасно, и люди там просто за голову хватались и думали, это невозможно. А сейчас смотришь, это такой помощник, я не знаю, там, на кухне или на ферме. Иди, удаешься. Что ты с брюквой делаешь? Просто любую. А для чего? Для хоров. А они ее любят? Ну, да. Я работаю в колонке, я здесь работаю. Каждый день. Когда я сюда попал, я, конечно, не любил мать посуду. Когда я с 25 уже, вообще не любил мать. Когда я попал в маленький дом, я уже мал посуду. Оксана, а ты за что отвечаешь? Ну, я всегда готовлю до винарского обеда. Ну, а твое любимое занятие какое? Мое занятие – вязание. Для тебя. Вязание. У тебя обязанности уже здесь. Дома ты проспишь, как хочешь. А здесь у тебя, ты уже знаешь, что у тебя своя работа. И ты будешь тренироваться, чтобы как-то не проспать, не пропустить свою работу. Здесь никого не делят на больных и здоровых. Здесь все на равных. Это главный принцип жизни в деревне. Различаются только обязанности. Чтобы понять, что может делать человек, и найти применение его способностям в деревенской жизни, сотрудники тратят месяцы, наблюдая за подопечным. Следующая задача – приучить его к обязанностям. Попросишь, вот он пойдет и сделает. Не хочет, как трактором, не сдвините его с места. Силы нельзя, вот ничем не заставить. Если, допустим, нормального человека там, щитростью, можно чем угодно. Припугнуть или что-то. То этого нет. Только вот где-то найти его. У них свое понимание мира, понимаете? Вот мы привыкли по стандартам жить, да? Вот это не да, это. А у них нет, у них свой мир и все. И вот он тянется к нашему миру, да, хочет. Но в то же время, как бы, вот не понимает он нас. Вы знаете уже привычки, какие-то особенности, но внутренний мир большинства – это загадка. Тем более, что им труднее, гораздо труднее выразить себя, чем нам. Они очень органично включаются в вашу жизнь. Не требуйте ничего, не ждите от них. Просто помогайте. Это оптимальный вариант. Ребята работают под руководством волонтеров строго по расписанию. С девяти утра до пяти вечера. С перерывами на обед и полдник. Кроме сельхозработ, они занимаются в мастерских – столярной, кукольной и бумажной. Когда все делается с удовольствием, с интересом и любовью, ограниченные возможности отходят на второй план. Работа помогает ребятам почувствовать себя нужными. Со временем они перестают ощущать себя больными и ущербными. Обычная терапия может быть, когда ты сидишь за трапезой. Поэтому мы, например, на стол не крываем ни на одну ложку, а мы накрываем ложку, вилку и ножик. У нас не принято, например, вставать за столом, тянуться там на другой край стола и что-то брать. В этом есть тоже свой смысл, чтобы… Ну, людям надо общаться между собой. У кого-то есть какая-то стеснительность, пусть они каждый раз это преодолевают, но они учатся это делать. Здесь все приспособлено для нормальной жизни. В каждом доме – стиральная машина, биотуалеты, душ и ванная, гостиная, столовая и кухня. А, все, 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 горячее, слава богу. Я вот меня переиздеваю. Как я буду снять и мыться? В деревне каждый подопечный – прежде всего личность. У каждого своя комната, личные вещи и личное время. Мои комнаты там, на юху. Пойдем, Вась. Гена, пошли, Гена. А ты мне… Я хочу снять комнаты. Вот моя комната. Сферму не включай, Света не может включить. Это машины. Это из журналов бил я, из журналов брал. Это папа мой. У меня папа актер, папа актер. Он в театре. Папа у меня в театре. Сюда он приезжал, папа. Он сюда к сайтану приезжал. А мама где у тебя? Умел, а мама умер. Я с папой живу, с бабушкой. Костя живет в деревне всего несколько месяцев. Пока он всячески отлынивает от работы, привыкнув к тому, что дома за него все делала бабушка. Любимая Костина занятие – подразнить здешнюю кобылу Венеру. Эй, Емельичка! Вон она! О, тихо! Стоп! Любой человек в деревне, вне зависимости от диагноза, имеет такое же право голоса, что и директор. Все планы на неделю обсуждаются каждый понедельник на общем собрании. Норвежский консул подарил нам такое хорошее количество денег. А что мы хотим делать с его подарком? Строить гараж. У нас нет гаража. Старую пекарню можно перейти на гараж. Я бы радужную комнату доделала. Я бы микроавтобус делала. На каждого воспитанника в месяц требуется 8,5 тысяч рублей. Родители оплачивают только малую часть этой суммы из пенсии, положенной их детям по инвалидности. Основная составляющая – это пожертвования от западных частных лиц и благотворительных организаций. Но проблема в том, что Россия в глазах Запада становится богатой страной. И Светлане нужно искать своих, родных спонсоров. Пока не получается. Местная администрация сделала все, что в ее силах. Помогла с землей и подарила деревне первую корову. Они о нас знают. И есть какая-то поддержка, что вот, ну как под крылом, да. Но мы не государственная организация. Это благотворительная организация. И для государственных властей очень трудно помочь негосударственной организации. Мы уже пробовали обращаться и в министерство. И все, они сказали, нет, мы не можем. Мы все сделаем для вас, если вы станете государственным учреждением. Но мы на это не идем. Потому что тогда нам придется поступиться очень важными вещами. Мы не хотим попасть в государственную программу, чтобы там делали все, что они скажут. Потому что у нас есть свои правила, у нас есть свой опыт. И когда будет кабинет, где написано директор или врач или медсестра, не получится такой образ жизни, как у нас в деревне. Ну просто нет смысла тратить столько сил и столько энтузиазма вложить и все, чтобы просто сделать еще один хороший интернат. Когда я была с самого начала в интернате, нас снимали одежду, которую родители чистую или новое что-то купят. И одевали ту одежду, которая там, интернатская. Мне, конечно, здесь лучше. Но вот сейчас, допустим, у меня с ногой проблемы. Тут мне нужны врачи. Здесь, конечно, врачей нет. Мы знаем, что мы не можем себе позволить сюда принять ребят с какими-то серьезными проблемами со здоровьем. Потому что ближайшая больница в 9 километрах, постоянного врача нет. Вот отсюда все выводы. Но для Лены, которая живет в деревне больше 7 лет, сделали исключение. Мама привезла ее из Узбекистана. И у Лены проблема с гражданством. Поэтому лечиться в России она может только за огромные деньги, которых у семьи нет. У Лены детский церебральный паралич. Каждое движение дается с трудом. Но она каждый день работает в пекарне, замешивает тесто, обеспечивая хлебом всю деревню. Кому эта идея в первый раз пришла, я не знаю. И я очень рада, что у деревни хватило терпения пережить Ленина обучение. Потому что года два Ленин хлеб нельзя было есть. Это были какие-то кирпичи, которыми можно было человека убить. И вот настал момент, когда вот хлеб, который она делает, вот уже годами. Это высшая всяких похвал. И у нас было такое даже время, когда Лена одна выпекала хлеб на всю деревню. Я просыпала завтрак, потому что я уставала очень просто. На работу я ходила, а на завтрак не ходила. Я просто не могла. И для Лени было очень тяжело как-то чувствовать, что она не так все остальные, что она не может ходить, ей нужно особенно помогать. Ай, нет, не получается. Давай, 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 смелее. Держись. Ой, подождите. Ай, нормально? Нет, не нормально, на одной ноге. Ну, давай, второе, потрогай, ручки, не получится. Ну, так. Все. Все? Все. Вот моя комната. У меня тут магнитофон вот так стоит, когда я занимаюсь. Спускаюсь на пол, прискочаю, зарядку делаю. А это, чтобы тянуться. Нужны такие деревни, потому что дети наши, как бы мы их не холили дома, они одиноки там. Мы, родители, уходим из жизни. И у нас всегда вопрос стоит, а что будет с моим ребенком после того, когда меня не будет? Ничего пугача, грусть и печаль, мои гадя, мое богатство. Поднимут детская рука, мои гадя, мое богатство. Класс. Отмененной мамы Анны Васильевны целый год после его рождения скрывали диагноз – синдром Дауна. В то время, это было 40 лет назад, отношение было совершенно другое. Только спрашивали, пьет, не пьет, что по пенке такие родятся. И потом стали спрашивать, где работаете, нет ли радиации. Никакой поддержки не было со стороны общества, никакой. Как вот отношение окружающих было? Окружающих всяко. Откроют рот и иглу поворачиваются. Я один раз этот язык показала, чтобы не поворачиваться, не смотрели. После Мининого рождения из семьи ушел отец. Мама и бабушка научили Миню читать и писать, обслуживать себя, помогать по хозяйству. Так он у нас, мальчик вырос, тихий, спокойный. Да? Да. Дружелюбный. Никого не обидит. Никого. Вот. Миню называют добрым духом деревни. Он терпеливо учит новичков, берет их под опеку и гасит любое проявление агрессии. В деревне он чувствует себя хозяином и требует называть его заместителем президента Российской Федерации. Как и другие воспитанники, Миня все делает по шаблону и копирует поведение сотрудников. И я всем говорю, наблюдите за него, он любит делать все, что я делаю или вы делаете. И говорю, Минка, что будет, если ты топишь печку? И он повторяет со мной, если я буду топить, у нас дом сгорит. Родители могут навещать воспитанников в любое время. Но их работа в качестве волонтеров и длительное пребывание в деревне не приветствуется. Потому что другие ребята могут обидеться на недостаток внимания. Но Анна Васильевна находится здесь уже больше месяца. Ухаживает за сыном. Он скользнулся и сломал себе поясничный позвонок. Это первый выход на улицу. Вот так. Ребятки, встречайте своего ветерана. Я поняла очень постепенно и очень не сразу, что это место его ребята держат. Сельское хозяйство, оно ничего не будет стоить, оно не продержится здесь и полугода, если здесь не будет ребят. Ребята, они помогают избежать каких-то трений между сотрудниками. Потому что это можно только представить. Собралось 15-17 человек из разных концов земли. То есть языковые барьеры, разное воспитание. И все это преодолевается только благодаря ребятам. Любая коммуна рассыпется, если нет идеи. Вот, ребята, это наша идея. Они отнимают очень много энергии, но если бы не было, скажем, у нас цели как таковой, конечно, это невозможно бы выдержать. А тут прямо видно, ты нужен каждую минуту кому-то. Это особое чувство, оно греет внутри тоже. Ты нужен. Ну, то есть, получается, все-таки ребята важнее. То есть не вы для ребят, а ребята для вас. Да, да, получается так. Это, может быть, каждый человек испытывал. Если рядом находится слабый человек, то от этой слабости ты как бы больше сил получаешь. А силы требуются и немалые. Помимо моральной нагрузки на волонтеров ложится и физическое. Ребят нужно и накормить, и обстирать, кого-то вымыть, одеть, заниматься с ними в мастерских, проводить музыкальные вечера, готовить еду. И это все параллельно с работой на ферме, в огороде, в овощехранилище, заготовкой дров и другими ежедневными деревенскими заботами. И главная проблема в том, что у волонтеров нет разделения работы и дома. Ведь ребятам же не скажешь, извини, я на сегодня закончил трудиться. Пока тут нет отдыха. Мы пока не имеем на него права. Чтобы в России было это чудо, ну, а для меня Светлана это чудо. У нас нет возможности отдыхать. По образованию Ирина, учитель, приехала из Ярославля. Здесь она так называемая мама самого большого дома, дома Нансена. Алексей несколько лет работал с трудными подростками в Пензенской области. Потом закончил курс социальной терапии. В Светлане Алексей отвечает за столярную мастерскую и ремонт техники. Вот есть какое-то время, когда я могу отдохнуть. Но не будет сделано то-то, то-то, то-то и то-то. И если я это не сделаю, то это не сделает никто. Не каждый человек может здесь жить. И, например, когда я сюда приехал, со мной была одна девушка, но она здесь выдержала недолго. А я решил остаться. Не Светлана ищет добровольцев, а они ее. Иностранцы проявляют инициативу, находят информацию о Светлане в интернете и просятся поработать. Они ищут возможность проявить и испытать себя. И готовы к жизни в такой деревне. И когда иностранный молодой человек сюда приезжает, он знает культуру этого, а у нас пока нет этой культуры. И люди, молодые люди, они попадают сюда иногда случайно, гораздо более случайно, чем люди Запада. Именно юные люди готовы делиться с тем, у кого, может быть, нет надежды. И это тоже роскошь – подарить радость тому, у кого мало надежды на радость. Я приехала из Кермании сюда. Мне 19 лет. Да, я хотела помогать здесь. И работать вместе, ну, знаешь, жизнь здесь, в деревне. А что родители говорили? О, нет, нет, не надо фразы. Да, но я сказала, ну, я хочу. Беатрис Шефер тоже приехала из Германии, сразу после школы. Она хочет изучать словистику и философию. А пока учит русский язык. В свободное время, которого практически нет, играет на скрипке. Я работаю с 7 часов до 7 часов каждый день с маленьким перерывом. Я люблю работу с руками. И в Германии я работала очень много с головой. Да, я была в школе, поэтому… Просто нельзя слишком часто делать, а то вдруг что-то случится. Даниэль Боя закончил университет, затем получил специальное сельскохозяйственное образование. Живет в Светлане уже 7 лет. Он главный человек на ферме. У нас много таких мест в Германии. Это для меня не так… Для меня это почти обычное место. Я уже даже работал на таких местах. Я свою альтернативную службу делал. Но в деревне она даже больше была, чем эта деревня. Вкусная каша. Ты даже еще не попробовал. Откуда ты знаешь, что она вкусная? Я же уже пробовал ее. Ножка еще совсем чистая. Видите, я ее пробовал без варенья. По-моему, мы все больные люди, не только инвалиды. Только мы можем свои недостатки спрятать каким-нибудь способом. Но инвалиды, они всегда честные. Они больше естественные люди, чем мы. Михаэль – швейцарец. Его жена Сара, директор деревни, англичанка. Они были в числе первых иностранных волонтеров, приехавших в Светлану. Он работал на строительстве всех домов и сельхозпостроек. Сара принимала первых ребят. Она – лечебный педагог и социальный терапевт. Сара стремится работать именно с самыми трудными ребятами. Может быть, на теми, на которых не у всех хватает терпения. Потому что Сара росла в такой деревне. Ее родители там работают, поэтому у нее огромный опыт работы с ребятами. Она очень многое видела. Люк и Катарина Махони встретились и поженились в Светлане. В Россию Люк приехал из Америки. После аграрного университета его потянуло на приключения. Он наладил в деревне систему ведения сельского хозяйства. При нем были самые высокие урожаи. И выполнял Люк объем работ, которые обычно выполняют 7-8 фермеров. Мы так приехали, как-то у нас было немножко деньги. И мы сказали, нам это не надо. Мы как-то думали, мы тут приехали, мы хотим помогать. Мы знаем, что у вас нет денег. За свою работу в деревне и российские, и иностранные волонтеры, независимо от объема работы и обязанностей, получают 2 тысячи рублей в месяц. Их хватает только на кофе, сигареты и на то, чтобы пару раз в месяц выбраться в город на электричке. Кто-то нас называет странным. Я не знаю, может даже за спиной кто-то дураками называет. Потому что, ну мне говорили, ну не может быть так. Вот вы там работаете, ничего с этого не имеете. Деньги, в принципе, мне как-то не очень важно. Потому что душа наслаждается. Помочь кому-то, это вот для меня важнее, чем деньги. Я всю свою жизнь искала такое место. Просто я очень люблю Бога, люблю людей, люблю детей. И все творение Божие. И здесь я просто... Ну есть возможность мне самой расти, развиваться, обогащаться духовно, помогать другим. Не, ну как это сказать? Тут, да, это свой мир, да. Не монастырь, это свой мир здесь. То есть за этой границей идет другая жизнь. Чтобы другая жизнь не вмешивалась в деревенский уклад, здесь не смотрят телевизор и почти не читают газет. Здесь существует в иной системе координат и исповедуют иные ценности. Кстати, многие иностранные волонтеры, прожив в Светлане больше пяти лет, лишились пенсии у себя на родине. Возвращаться назад в другой мир им всем будет, наверное, так же тяжело, как и их подопечным. Ясно, что я уже практически потеряла профессию за это время, и мне нужно будет заново все это начинать. Ну, это выбор. Живешь тут, не зарабатываешь, потом поедешь обратно на Запад, у тебя ничего нет. И это большой вопрос, что делает человек, если через десять лет потом подумает, что не будет тут больше жить. Стоят ли вот такие душевные и физические затраты результата? Да, я думаю, что стоит. Ну, вот какой это результат? Как его можно сформулировать, этот результат? Улыбки. Для меня это стоит, когда я слышу истории, как они жили раньше и вижу, как они живут сейчас. В тебе же тоже результат. Сколько света в тебе рождается от того, что у тебя что-то получилось. Ты, это тоже результат. Это следующий шаг в твоей судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это может быть через 100 лет А мы тут просто начинаем Любопытно, что рядом с деревней 150 лет назад находилась община Которую построил для своих крестьян Социалист-утопист Петрашевский Он мечтал, что они будут жить В отдельных комнатах И вести совместное хозяйство Дом крестьяне сожгли за день до переселения Некоторые жители окрестных деревень настороженно относятся к норвежской ферме, как они называют Светлану, и не гнушаются иногда стянуть то, что плохо лежит. Ведь двери домов здесь никогда не запираются, а кто-то из местных приходит помогать, как, например, краснодеревщик Александр, который выполняет всю плотницкую работу в деревне. Просто так бесплатно не работают, потому что, ну, я так думаю, сигареты, как бы, после баньки надо, а так, я знаю, сколько это стоит, понимаете, знаю, но я не могу в них врать. Они вот настолько бесхитростные, вот настолько прямолинейные, вот, с ними сам ощущаешь, как ребенок становишься. Наши ребята хотят поговорить с каждым человеком, который мимо ходит. Пойдешь по Невскому проспекту, кто останавливается с тобой разговаривать. Общество вообще, оно не готово на такие встречи. Любое общество? То есть это не проблема России? Нет, это не проблема России, это вообще. Это проблема ритма жизни, проблема времени и интерес к людям. Юлия может быть слишком активной. Она очень мало спит, она встает утром в 4-5 утра, и она уже там летает по улице и чирикает. И в какой-то момент было непонятно, сможет Юлия остаться в деревне, потому что она была неуправляемой. Представляете, у вас по деревне летает ветер. И тут приехал такой человек из Германии, он занялся сырной мастерской, и Юля с ним. Время от времени ему плакать хотелось, потому что Юля, дай ведро, Юля дает тряпку. Ну а дальше произошло чудо. Юля выучила вот эти операции, которые делаются, и Юля переменилась. Юля человек исключительной доброжелательности. Если вы её о чём-то попросите, она мало того, что сделает, она сделает это с радостью. Юля, вычеркнула. Спасибо. Пожалуйста. Я приехала сюда из Москвы. Ну и что у тебя там живёт? Мама. А здесь часто была? Нет, не часто. А сколько тебе лет? Будет. Двадцать. Будет, я говорю. Сколько мне будет? Шестнадцать. Двадцать или? Шестнадцать. Что тебе понравилось здесь? Я первая увидела, что здесь хорошо, здесь всё чудесно. Мама говорит, лучше есть в деревне, что тебе будет дом одной. Я работаю, папа тоже работает. Я сидим от тебя одной. Ну тебе здесь нравится? Да. В детстве Оксана перенесла краснуху с осложнением на нервную систему. Из-за депрессии и истерик ей пришлось учиться в коррекционной школе города Волхова. Когда в деревне в семьях волонтёров появились маленькие дети, Оксана их нянчила. Она может с ребёнком погулять, покормить, вообще понянчиться. И это не только здесь. Её мама рассказывала, что у неё во дворе. Это то же самое. То есть маму там могли спокойно ей коляску доверить. Здесь, в деревне, Оксана ухаживает за Наташей и Виталиной. Они боятся ходить и передвигаются только с чьей-то помощью. Несколько раз в день Оксана одевает их и ведёт на работу. Наташа старше всех обитателей деревни. Ей за 50. Свою подружку Виталину она называет «дочь моя» и всячески её опекает. В Светлану Наташа попала после смерти родителей, с которыми прожила всю жизнь. Она привыкла, что всё для неё делают. В деревне нужно научиться каким-то образом помочь другим. Накрывать не только себе на стол, а всем остальным тоже. Но со временем у неё получается. Она молодец, потому что в 50 лет такая огромная перемена в жизни. Почитай пока. Виталина почти не разговаривает, зато умеет читать. И всё делает очень медленно и обстоятельно. Летом она часами кропотливо перебирает и сушит пылевые травы, которые в деревне заваривают вместо чая. Серёжу в деревню из Киева привёз двоюродный брат. Отец Серёжи был художником. Я сам художник. Я рисую. То есть я портрет делаю за пять минут. Мой любимый цвет. Сиренево-синий и ярко-красный цвет. Как и положено художнику, Серёга ловелась. Он отбил Оксану у своего друга Мини. Оксан, ну вот почему тебя называют «дамой сердца»? Потому что он меня любит. А раньше, Оксана, ты, значит, с Минькой дружила? Да. И он за тобой ухаживал? Да, да, да. Птанцевал с тобой? Да, 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 с ним танцевал. У меня потом было... Давно было мне до рождения. Мы были до Сайска в доме на день рождения. Мы с ним танцевали. Сейчас всё. Сергея не было. А ты до Оксану с кем-нибудь и за кем-нибудь ухаживал? За Юлей. Нет, так сказать. Скажи, что за Юлей? Нет, конечно. А Юлей была, не помнишь? Ты, ты, полоса, все домой. Юля была. Теперь за Юлей ухаживает Миня. А Серёга рисует Оксанины портреты, пишет ей любовные письма и делает подарки. Хочется всё собирать, что есть в деревне, и подарить ей. И когда это твои личные книги, которые он из твоей комнаты собирал и подарил ей, это как-то не очень приятно. Сложно сказать, насколько это серьёзно или не серьёзно. Потому что когда Оксани нет, у Серёжи очень много девушек. И он тоже пишет многим женщинам, как бы, что очень любит, и просто не говорит Оксане. Если я вижу, что это действительно серьёзное отношение, и людям нужно жениться, я за. Но в нашей деревне я сейчас не вижу такую пару. За границей многие больные с синдромом Дауна живут в браке. У нас же в Семейном кодексе прописано, что недееспособные граждане не имеют права заключать союзы. Но у таких людей очень сильно развит сексуальный инстинкт. В Светлане к этой проблеме подходит индивидуально. Тоже надо с врачом говорить тоже, потому что разные диагнозы. У кого есть желание и нет физической зрелости, тогда уже не надо так беспокоиться. У кого-то есть и то, и другое. И тогда надо придумать. Или этот человек должен жить специально в комнате, совсем за стеной со сотрудником. Это есть у нас один такой случай. Или есть такие случаи, где можно поговорить с родителями, если они считают, что это нужно, можно стерилизировать человека. Раз в год Светлана готовится к главному празднику – Рождеству. Все вместе лепят и раскрашивают ёлочные игрушки, украшают комнаты, репетируют спектакль. Для ребят это тоже своеобразная терапия – побывать королём, пастухом или ангелом. Тихонько, тихонько, тихонько я сама одену. Тихонько. Видите, как всё просто. Один раз вы шьёте много-много разноцветных ладохончиков. И потом считаете, что у вас костюмы готовы. Дальше только детали. Шарфик, плащик и всё. Это будет всегда ярко, это всегда будет празднично. У нас и цари, и пастухи. Вот, пожалуйста. Бабушка, я дарствую. Я хочу любой бой дома выбирать. Любой бой дома. Двадцать пятого буйпитакль, четырся понедельник. Три часа. Ага. Ты чего? Вик, чего ты расстроилась? Ничего. Не приедут на спектакль? Нет, приедет бабушка одна. А мама не может, да? Нет, ты не расстроилась. Спектакль можно ставить как можно чаще. Потому что это очень полезно. Тоже для меня или для сотрудников полезно увидеть человека в другом свете или в другой роли. А то мы думаем, Вика, она всегда такая. Но нет, она может быть и такая, и такая. Субтитры за субтитры. Добавим чего-нибудь для головы и чего-нибудь для сердца. В рождественской ночь на стук спит, и видит он сон, и снится ему, как он одет в королевские одежды и путешествует, следуя за звездой, которая останавливается над бедным хлебом. Прископ родился, Бог оплодился, ангелы поют, слава воздают, нас в руке и твое пастыря встречают, чудо-чудо возвещают. Когда появилась в моей жизни Светлана, вот эта деревня, я впервые перестала думать о будущем Саше, как о чем-то страшном. Мы последний раз были у врача в психиатрической клинике, и он мне говорит, слушай, Сашка-то не узнает, он раз в год его видит врача, и говорит, ты даешь что-то? Я говорю, нет. За это время изменения очень большие произошли. Но Саша хочет, чтобы я еще тут жил год, год или два, она сказала, и тогда Саша будет вообще не узнать. Максимум, сколько людей может принять еще, допустим, Светлана? Сейчас никого не принимаем, дома полные. Ну, хочется строить еще дома, потому что, когда человек уже сюда приезжает, очень сложно отказаться. Последним в деревню привезли Павлика. После смерти родителей он остался один в квартире. Перестал разговаривать, мыться, переодеваться и отказывался выходить на улицу. Ел один раз в день, когда приходили брат или сестра и кормили его. Справиться с Павликом они не могли и привезли его в Светлану. У него не было ощущения дня и ночи, он ни на что не реагировал. Вот он в первый раз отнес тарелку и поставил. Мы ахнули. Понимаете, это шаг от ничего к чему-то, да? То есть это бесконечно большой скачок. Через два месяца Павлик стал реагировать на отдельные слова и даже согласился ходить в кукольную мастерскую. Паша, а ты здесь еще? Да? Нет? Где ты? Как дела, Павлик? Павлик, нормально? Нормально. Руки будем мыть? Я думаю, что у Павлика просто здесь своя судьба. У него своя роль в этом доме. Это спокойствие. Это спокойствие и он объект заботы для других ребят. Павлик, надо отговаривать тогда. Пора отговаривать. А ты с ним молчишь. Куда ты договоришь, а? Не скоро. Не скоро, Наташа. Не скоро. Не скоро? Когда-то заговорит. Когда-то заговорит. Пришло одно письмо, написанное для деревенского собрания. Приближайся. Особое время для всех нас. Это Рождество и Новый Год. Наверняка вы готовитесь к этим праздникам. Я могу вас всех поздравить и пожелать только всего хорошего. Пусть солнце светит днем, а ночью звезды открывают вам свою ошибную тайну. Возможно, что одна из звезд вам подмигнет. Рождество Христова Ангел прилетел, он прилетел по небу, людям песни пел. В юбиле и веку здесь все в ней, старшим скучем, и в крестом орошке свод. У меня была душа. Где моя душа летает? У кого я не спрошу? Никто этого не знает. Для полного счастья надо рулят с маком и жить в мире. Научиться просто мудро жить, ходить под небом и молиться Богу. Это так просто и так трудно одновременно. Но вот именно на этом держится сама жизнь тут. Под музыку Вивальди, 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 Под музыку Вивальди, под югу за оконом. Печалится давайте, 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 печалится давайте. Об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко и безнадежно, как заплакали сеньоры и жены и служанки. Собаки на лежанках и дети на руках. Печалится. Собаки на руках. Печалится. 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 Печалится.